Сегодня я решил открыть велосезон 2017 года. Погода хорошая, правда еще март, но снег уже почти растаял. Вот на этом велосипеде купил совсем недавно. Велосипед недорогой, до 500 долларов стоит. Да и поездку сегодня так не очень далеко, до деревни Валинда так прокатиться. Сейчас немного расскажу, что это за велосипед, почему купил именно его. Велосипед отечественный, не двухподвес, стартел. Выбирал по некоторым параметрам, например, обязательно должны были быть двойные обода. Но сейчас у большинства велосипедов это так и есть. Дальше я смотрел на тормоза, чтобы они были дисковые, механические на заднем и на переднем колесе тоже. После этого я смотрел, конечно же, на переключатели скоростей. На руле они должны быть обязательно лепесткового типа, потому что другим пользоваться не очень-то удобно. Дальше рама тут алюминиевая, ну, в принципе, зато легче, чем стальная, но это не особо важно. Потом, ну, и очень важно в переключении скоростей, это задний переключатель, на него больше всего внимания обращал. Здесь установлена Shimano Acer. Есть неофициальная таблица, но я хотел, чтобы у меня был прогулочный тип, уж точно не начальный. На переднее особого внимания не обращал, потому что, как я установил вторую скорость, так, скорее всего, и буду ездить с ней, не буду переключать. А задним переключателем я пользуюсь регулярно, постоянно. Поэтому было важно. Конечно, и прогулочный этот не очень хороший Acer, но за эти деньги более чего-то лучшего не найти было. Вилку я хотел пружиномасляную, но пришлось брать какую есть. Я понимаю, что масляно-воздушно еще лучше, но для этого нужен насос высокого давления, и велосипед сразу вырастает в цене в несколько раз. Ну и, конечно, раму выбирал по размеру под себя. Под мой рост как раз подходит 19-дюймовая. Также там была еще и 21-дюймовая, но мне это уже большая. Просто если рама будет, скажем, меньше, чем мой рост, во время поворота руля мне будет упираться в коленки. А если рама слишком большая, то мне будет просто далеко тянуться до руля, поэтому будет тоже неудобно. Пока на велосипеде ничего нет, хочу вот потом еще багажник установить. Возможно, здесь фару. Подбутыльник. Может быть, фонарик, велокомпьютер, какую-нибудь сумку. Но это все впоследствии. Не знаю в этом году, в следующем, как получится. Купил я его из коробки, так что пришлось дома собирать самому. Но оказалось ничего сложного, потому что есть инструкция, есть масса материала в интернете, где можно посмотреть, как его собирать. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok